Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Гезгет пришел вопрос. Библия учит почитать отца и мать, а надо ли почитать детей и в каком возрасте? Действительно, среди десяти заповедей Моисея, которые изложены в 20 главе книги Исход, пятая заповедь гласит «Почитай отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, и долголетием будешь на земле». И иногда, когда человек к Священному Писанию и к Слову Божьему относится поверхностно, ему кажется, что своим детям он не должен воздавать ни почитание, ни уважение. Но это совершенно не так. В послании к Колосинам у апостола Павла есть такие слова. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Дело в том, что вот это раздражение ребенка, которое он не может пока реализовать, пока он живет в полной зависимости и вместе с родителями, выливается в то, что через какое-то время, когда как раз он сможет жить отдельно, авторитет родителей пошатнется. И авторитет того закона, на который родители опирались, наказывали, вразумляя ребенка или ограничивая его, или направляя его, также точно пошатнется. Дело в том, что когда я своего сына вразумляю или направляю по жизни, я ему говорю, потому что так велел Господь. Если я воспитываю своего сына в вере или дочь. Но когда ребенок чувствует, что закон Божий я использую в качестве дубинки для утверждения своего властолюбия, и сам этому закону не подчиняюсь, то я таким образом в его глазах закон Божий дискредитирую. И ребенок ведь это чувствует, он чувствует эту ложь. Поэтому вот это раздражение, наше раздражение, рождающее их раздражение, оно их от веры, получается, отвращает. И только пока они в нашей власти, они нас слушаются. Мне кажется, что мы должны помнить о том, что ребенок — это отдельный человек со своей судьбой, пред очами Божьими. Также точно им любимый, для него также точно очень значимый и дорогой. И нам он дан на время, для того, чтобы он возрос под нашей опекой. И мы возросли в мудрости, приготовились к Царству Небесному, отвечая за него. И вот это можно делать только, исполняя два условия. Первое — это находясь под тем же самым законом. Поэтому проверить себя, так это или нет, мы можем следующим образом. Вот, допустим, я впал в раздражение на ребенка. Я повысил на него голос. Он тоже раздражен, огорчен, но он смирился или там просто замолчал, потому что бессмысленно сопротивляться, может быть, опасно, и ушел. Если я могу подойти потом, когда приду в себя, помолившись, попросить прощения, ребенок будет знать, что папа опирается на Божьи заповеди не для того, чтобы утвердить свою власть, а потому что он также любит Бога и также его слушается. И это будет, во-первых, созиданием сердечной связи, а, во-вторых, утверждением закона Божьего в глазах ребенка. Не бойтесь просить прощения. А второе, мне кажется, что есть такие таинственные и не совсем, на первый взгляд, понятные слова, которые возвещает архангел Гавриил в своем явлении Захарии, отцу Иоанна Претечи. Он говорит о том, что тот придет вернуть сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников. Это не прямая, но все-таки цитата из пророка Малахии. Там говорится о возвращении сердец отцов к детям и сердец сыновей к отцам. А здесь только отцов к детям. Вообще для Библии это очень странно, потому что вся Библия, весь, особенно Ветхий Завет, а Захария, хоть и изложено это в Евангелии от Луки, все с ним происходящее в рамках еще Ветхого Завета происходит, да и не было другого священного писания у этих людей. Так вот, там нужно было одно — передать откровение Божие в полной сохранности и научить жить по этим заповедям, их выполнять. То есть фактически там нужно было отформатировать сердца и образ мысли детей по сердцам отцов. А что же такое вернуть сердца отцов детям? Когда мы возвращаем сердце? Когда царствует любовь. Когда мы научаемся любить. И вот полюбить и действовать из любви к ребенку, настоящей любви, вот это и есть задача родительства. Конечно, это задача оградить ребенка от зла, который может проникнуть в его душу. Но эта задача — дать ему опыт любви, радости, добра, света, тепла в его детстве. Как бы отогреть его любовью на всю жизнь. То, на что он будет всегда опираться, дать ему очень высокий стандарт любви в отношениях, жертвенный, самозабвенный, может быть, даже. Чтобы он потом, когда будет строить свою семью, строил ее тоже по этому стандарту, который и приносит, как облиц Царства Небесного, приносит и смысл, и радость, и даже счастье, насколько это доступно нам на земле. Это очень важно. И я бы это сформулировал так. Они должны передать им закон Божий, который есть любовь. Они должны примером, своим образом, и они мы, мы родители, должны дать детям это понять и почувствовать на вкус. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok